Сотворение Вселенной Веками ученые и мыслители проводили бесчисленные исследования по этому вопросу и выдвинули бесчисленное количество теорий. Доминирующее направление в научной мысли 19 века определяла установка, что Вселенная — это бесконечное по размеру скопление материи, которое существовало извечно и продолжит существовать в вечности. Создавая базу для материалистической философии, такой взгляд отрицал существование Творца и утверждал, что у Вселенной не было начала и не будет конца. Материализм — это философская система, которая считает материю единственной абсолютной сущностью и отрицает существование чего бы то ни было другого, кроме материи. Уходя корнями в Древнюю Грецию и становясь все более популярной в 19 веке, эта философская система получила наибольшую известность в учении о диалектическом материализме Карла Маркса. Материалисты считали модель бесконечной Вселенной самой главной опорой своей атеистической философии. Так, например, в своей книге «Фундаментальные основы философии» философ-материалист Георг Полицер утверждал, что Вселенная — несотворенный объект, и добавлял, «Если бы она была сотворена, Богу пришлось бы творить ее мгновенно и из ничего». Когда Полицер утверждал, что Вселенная не была сотворена из ничего, он опирался на статичную модель Вселенной, принятую в 19 веке, и думал, что приводит научный аргумент. Однако развитие науки и техники в 20 веке окончательно подорвало примитивные представления о статичности Вселенной, служившие фундаментальным тезисом материализма. Было обнаружено, что Вселенная не статична, как предполагали материалисты, а как раз наоборот, постоянно расширяется. К тому же множество экспериментов, наблюдений и вычислений современных физиков доказывают, что у Вселенной было начало, и возникла она одномоментно. В результате мощнейшего взрыва. Сегодня эти факты принимаются всем научным сообществам. А то, что эти крайне важные сведения стали достоянием науки, явилось результатом некоторых революционных наблюдений и открытий. В 1929 году в обсерватории Маунт-Уилсон в Калифорнии американский астроном Эдвин Хаббл сделал одно из величайших открытий в истории астрономии. Наблюдая за звездами в гигантский телескоп, он обнаружил, что в зависимости от своей удаленности от Земли, звезды испускают красноватый свет. Это значило, что звезды удаляются от нас. В соответствии с фундаментальными законами физики, в видимом диапазоне спектра световые лучи, стремящиеся к точке наблюдения, тяготеют к фиолетовой части. Тогда как спектры лучей, удаляющихся от наблюдателя, тяготеют к красной части. В ходе наблюдений Хаббла выяснилось, что свет звезд тяготеет к красной части спектра. Это означает, что они постоянно удаляются от нас. Это открытие вызвало широкий резонанс в научном мире. Некоторое время спустя Хаббл сделал еще одно важное открытие. Звезды и галактики удаляются не только от нас, но и друг от друга. Однако, единственный вывод, который можно было сделать на основании наблюдений Хаббла о постоянно удаляющихся друг от друга телах, состоял в том, что Вселенная постоянно расширяется. Для наглядности можно сравнить Вселенную с поверхностью воздушного шарика, который постепенно наполняется воздухом. Как точки на поверхности шарика удаляются друг от друга при надувании шарика, так и галактики в космосе все время удаляются друг от друга по мере расширения Вселенной. Сущности закона расширения Вселенной был известен достаточно давно. На основании расчетов по теоретической физике, один из величайших ученых 20 века Альберт Эйнштейн пришел к заключению, что Вселенная не может быть статичной. Однако, чтобы не вступать в конфликт с общепринятой в тот период моделью статичной Вселенной, он отложил эти выводы в сторону. Позже он назовет это самой большой ошибкой своей научной карьеры. В чем же состоит теория Большого Взрыва и что означает постоянное расширение Вселенной? Если принять уже доказанный постулат, что Вселенная постоянно расширяется... Логически можно прийти к выводу о том, что если повернуть время вспять, то стало бы очевидным, что Вселенная произошла из одной единственной точки. Расчеты показали, что эта единственная точка, в которой содержалась вся материя, должна была обладать нулевым объемом и бесконечной плотностью. Вселенная и произошла в результате взрыва этой единой точки с нулевым объемом. Этот мощнейший взрыв, положивший начало Вселенной, назвали Большим Взрывом, и теорию стали называть так же. Нужно сказать, что нулевой объем — это теоретическое понятие, используемое для описательных целей. Наука не может убедительно и четко определить понятие «ни что». Оно находится за пределами человеческого понимания, и поэтому определяется учеными просто как точка с нулевым объемом. На самом же деле, точка без объема и есть «ни что». Таким образом, оказывается, что Вселенная в сущности произошла из ничего. Иными словами, она была создана. Теория Большого Взрыва показала, что вначале все тела во Вселенной были едины, а потом были разделены. Имеется в виду, что вся материя была сотворена посредством Большого Взрыва из одной точки, и, будучи разделенной, образовала известную нам сегодня Вселенную. Расширение Вселенной – одно из самых важных свидетельств того, что Вселенная создавалась из ничего. Хотя этот факт, существовавший с момента сотворения Вселенной, был обнаружен наукой только в 20 веке. Большой Взрыв был явным указанием на то, что Вселенная была сотворена из ничего. Астрономы же, приверженные материалистической философии, продолжали упорно противиться принятию очевидного – теории Большого Взрыва и защищать идею бесконечной Вселенной. Причина этого беспочвенного упрямства материалистов становится понятна из высказывания Артура Эддингтона, одного из ведущих современных физиков-материалистов. С философской точки зрения, пишет он, представление о внезапном начале настоящего порядка природы вызывает у меня отторжение. Другой материалист, известный английский астроном сэр Фред Хойл, был среди тех, кого больше всех взволновала теория Большого Взрыва. В середине столетия Хойл выдвигал теорию, названную теорией неизменного состояния, которая была похожа на распространенный в XIX веке подход ко Вселенной как к статичной и неподвижной. Теория неизменного состояния заключалась в том, что Вселенная бесконечна по размеру и вечно по длительности. Единственной видимой целью этой теории было поддержание материалистической философии, и поэтому она была диаметрально противоположна теории Большого Взрыва, предполагавшей, что у Вселенной было начало. Защитники теории неизменного состояния долгое время противостояли теории Большого Взрыва. Наука, однако, работала против них. В 1948 году Джордж Гамов высказал еще одну идею по поводу Большого Взрыва. Он утверждал, что если Вселенная образовалась в результате колоссального взрыва, то в ней должно существовать некое количество остаточной радиации. Более того, эта радиация должна была бы быть равномерно распределена во Вселенной. Это подтверждение теории Большого Взрыва, которое должно было бы существовать, вскоре и было обнаружено. В 1965 году двое исследователей, Арно Пенсиас и Роберт Уилсон, случайно открыли эти волны. Эта радиация, называющаяся фоновой космической радиацией, казалось, происходила не из какого-то одного источника, а пронизывала весь космос. Отсюда и стало понятно, что эта радиация осталась от Большого Взрыва. Пенсиас и Уилсон получили за свое открытие Нобелевскую премию. В 1989 году НАСА послала в космос спутник-исследователь космического радиационного фона СОВЭ для проведения исследований в этой области. Спутнику потребовалось всего 8 минут, чтобы проверить расчеты Пенсиаса и Уилсона. Он обнаружил остатки того мощного взрыва, который имел место в начале существования Вселенной. Названная величайшим открытием астрономии во все времена, эта находка явно доказала истинность теории Большого Взрыва. Другое важное доказательство существования Большого Взрыва – это количество гелия и водорода в космосе. При проведении исследований стало понятно, что уровень концентрации этих веществ во Вселенной, сохранившиеся на сегодняшний день, соответствует теоретическим расчетам концентрации гелия и водорода, оставшихся после Большого Взрыва. Если бы у Вселенной не было начала, если бы она существовала извечно, весь ее запас водорода давно бы сгорел и был преобразован в гелий. Все эти неопровержимые доказательства привели к тому, что теория Большого Взрыва была принята научным сообществом. Модель Большого Взрыва – это одно из последних открытий, к которым пришла наука в вопросе о происхождении Вселенной. Деннис Скьяма, долгие годы вместе с Фредом Хойлем, защищавший теорию неизменного состояния, так описал положение, в котором они оказались после того, как были обнаружены все доказательства теории Большого Взрыва. Я защищал теорию неизменного состояния не потому, что считал ее правильной, а потому что хотел, чтобы она была правильной. По мере накопления доказательств я понял, что игра закончена и что теория неизменного состояния Вселенной должна быть отвергнута. Профессор Джордж Эйбл из Калифорнийского университета также принимает конечную победу теории Большого Взрыва. Существующие на сегодняшний день научные свидетельства, утверждает ученый, показывают, что Вселенная зародилась миллиарды лет назад в результате Большого Взрыва, и у нас нет другого выбора, кроме как принять эту теорию. С научной победой теории Большого Взрыва миф о вечной материи, который составлял основу материалистической философии, был выброшен на свалку истории. Что же в таком случае было до Большого Взрыва, и какова была та сила, что сотворила Вселенную из ничего через этот взрыв и сделала ее сущей? Очевидный, научно подтвержденный ответ на этот вопрос без сомнения доказывает факт, вызывающий, выражаясь словами Артура Эддингтона, отторжение с философской точки зрения у материалистов, а значит, существование творца. Известный атеист, философ Энтони Флю так комментирует эту проблему. Как известно, признание грехов полезно для души. Поэтому я начну с признания, что атеиста должно смутить современные согласия в области космологии, ибо похоже, что исследователи космоса предоставляют научные доказательства того, что у Вселенной было начало. Многие ученые, которые не ограничивают себя слепой приверженностью атеизму, признали роль всемогущего Творца в сотворении Вселенной. Этот Творец должен быть тем, кто создал и материю, и время, и в то же время независим от них. Вот что говорит известный астрофизик Хью Рос. Если время и материя возникли вместе со взрывом, тогда первопричина, создавшая Вселенную, должна быть совершенно независимой от временного измерения и места Вселенной. Это заключение говорит нам о том, что Создатель превыше всех материалистических свойств Вселенной. Да, материя и время сотворены всемогущим Творцом, который независим от этих понятий. На самом деле, теория Большого Взрыва доставила материалистам гораздо больше хлопот, чем те, о которых упоминалось в приведенных выше признаниях философа-атеиста Энтони Флю. Ведь Большой Взрыв доказывает не только то, что Вселенная была сотворена из ничего, но также и тот факт, что сотворение происходило очень полномерно, упорядоченно и подконтрольно. Большой Взрыв начинался с той единственной точки, в которой содержались все вещество и энергии Вселенной. И рассеивание их в пространстве происходило во всех направлениях с чудовищной скоростью, из которых и возникло всемирное равновесие, содержащее галактики, звезды, Солнце, Землю и другие небесные тела. Более того, были сформированы законы, называемые законами физики, которые едины и неизменны по всей Вселенной. Законы физики, возникшие вместе с Большим Взрывом, не претерпели никаких изменений. К тому же эти законы основаны на столь тонких расчетах, что отклонение от их нынешних величин даже на миллиметр могло бы привести к разрушению всей структуры и порядка Вселенной. Все это указывает на совершенный порядок, который возник после Большого Взрыва. Обычные взрывы, как правило, не приносят порядка. Напротив, они нарушают, разрушают и уничтожают существующий порядок. Если бы нам показали, что после какого-нибудь взрыва возник порядок во всем, вплоть до мелочей, мы заключили бы, что за взрывом стояло некое надъестественное разумное вмешательство, контролировавшее движение всех фрагментов, разлетевшихся после взрыва. Сэр Фред Хойл, который после многих лет противостояния в конце концов был вынужден принять теорию Большого Взрыва, очень наглядно описывает эту ситуацию. Теория Большого Взрыва утверждает, что Вселенная началась с единственного взрыва. Однако, как можно наблюдать, обычные взрывы просто разбрасывают и десистематизируют материю, тогда как Большой Взрыв таинственным образом вызвал совершенно обратную реакцию, материи соединились и стали способны сформировать галактики. Несомненно, если после взрыва возник великий порядок, то приходится признать, что вмешательство Создателя присутствовало на каждой стадии этого взрыва. Еще один аспект этого удивительного порядка, возникшего во Вселенной после Большого Взрыва, это создание планеты, на которой возможна жизнь. Условия для создания планеты, на которой могла бы зародиться жизнь, так многочисленны и сложны, что невозможно представить, чтобы это формирование произошло случайно. Пол Дэвис, известный профессор теоретической физики, закончив расчеты скорости расширения Вселенной, которые он проводил в связи с теорией Большого Взрыва, заявил, что эта скорость рассчитана по непостижимым для человеческого разума критериям точности. Дэвис говорит, Тщательные расчеты ставят скорость расширения Вселенной очень близко к критической величине, пройдя которую Вселенная просто освободится от собственного тяготения и будет расширяться вечно. Если она будет расширяться чуть медленнее, силы притяжения обрушат ее внутрь, чуть быстрее, и космический материал давным-давно полностью рассеялся бы. Если бы скорость взрыва отклонилась бы от необходимой скорости хотя бы на миллиардную в квадрате долю, этого было бы достаточно, чтобы уничтожить необходимые равновесия. Как видно, Большой Взрыв — это не просто какой-то взрыв, но взрыв, где был тщательно запрограммирован и систематизирован каждый его момент. Известный физик, профессор Стивен Хоукинг, в своей книге «Краткая история времени» утверждает, что Вселенная основана на столь тонких, выверенных расчетах и равновесиях, что мы даже не можем себе этого представить. Вот что говорит Хоукинг о скорости расширения Вселенной. Если бы скорость расширения Вселенной через секунду после Большого Взрыва была бы меньше даже на одну, что тысячебиллионную долю, Вселенная разрушилась бы внутрь себя, даже не достигнув своего нынешнего состояния. Пул Дэвис объясняет также вывод, который с неизбежностью следует из существования этих непостижимо тонких балансов и расчетов. Трудно противиться впечатлению, что структура современной Вселенной с ее очевидной чувствительностью к самым незначительным численным изменениям была детально продумана высшим разумом, Поражающее сознание совпадений числовых величин, которые природа приписала своим самым фундаментальным константам, является наиболее убедительным доказательством того, что существовал замысел космического пространства. В отношении того же явления американский профессор астрономии Джордж Гринштайн пишет в книге «Символическая Вселенная». При исследовании научных данных постоянно сталкиваешься с фактом, что в формировании Вселенной присутствовал некий сверхъестественный разум. Одним словом, изучая совершеннейшее устройство Вселенной, мы видим, что ее существование и то, как в ней все происходит, покоится на очень тонко просчитанном равновесии системе, слишком сложном, чтобы объяснить его простыми совпадениями. Становится очевидным, что самопроизвольное возникновение этого тончайшего равновесия и порядка по стечению обстоятельств после мощнейшего взрыва было совершенно невозможно. Формирование такого порядка после взрыва, подобного большому взрыву, явное свидетельство божественного творения. Этот несравненный план и порядок во Вселенной неопровержимо доказывает существование Творца, обладающего бесконечным знанием, силой и мудростью, который создал материю из ничего и который контролирует и управляет ею непрестанно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова